Всем доброе утро, всем привет. Точнее уже не доброе утро, а добрый день. Время 5 минут. Первого я пошла на работу. Сегодня суббота. Сегодня суббота я... Какое число? Не знаю. Включаю телевизор. Включаю телевизор. У меня тут проблема с пультом. Не нажимается ничего. Интернет, кстати, гамняный. Плачу за него деньги. Очень медленный интернет. Я думала, надеялась. Хотя бы у меня на работе будет хороший интернет, но нет. Так, у меня сегодня три клиентки. Вот, так что я надеюсь, что у меня все быстренько и гладенько получится. И этот день рабочий у меня пройдет ненапряженно и быстро. Вот, решение, кстати, сегодня у меня получше. Получше. Я вчера ее намазала кремом специально. Вот, Тарин называется. Вот, вы знаете. А, да, и подушку поменяла. Мы же купили новые подушки в баке. Поменяла подушку. Вот, но я еще, конечно, постоянно ее массажирую, разминаю. Муж тоже постоянно мне массаж делает. Ну, вроде как, получше. По крайней мере, меня не так штормит. А то, конечно, когда вот этот шторм идет, ну, такое, знаете, головокружение. Очень, очень все это неприятно. Надо эту штучку помыть. Ладно, я готова к работе. Клиентка написала, что она немножечко опаздывает. Поехала в банк. Деньги снимаются, так что. Я как-то тоже сейчас только что спустилась на работу. Так что сейчас все подготовлю, пока не подъедет. Не буду работать. Не буду работать. Я дома поставила кино. Разбирайтесь. Белье складываю. Поставила лото. Лото. Как оно называется? Да, по-моему... Подождите. Забыла, как называется, фильм. Ну, все знают этот фильм. Ладно, обожаю его. Прикольно. Даниэлька у нас делает пирог. Молодец. Сам уже делает. Ты на максимальную поставила? Да, чтобы быстрее. Умничка. Да. Ты можешь так наклонить чуть-чуть. Вот так. Да. Оп. Я вижу, как-то это. И классно. Ой, еще чуть-чуть. И все, это сладочно будет. Умничка вам. Я тебе сейчас духовку включу. Всем доброе утро. Всем привет. У нас сегодня воскресенье. Звон колоколов, потому что сейчас будет служба. А мы собираемся к родителям. Родителям. Сегодня воскресенье, как я уже сказала. И я выходная. Слава Богу, сегодня пятницу, субботу работала. Сегодня выходная. Поэтому мы решили. Погода у нас хорошая. Поедем практически на целый день к родителям. Хотя, конечно, папульку мы не дождемся. Потому что папа с работы приезжает в пять часов. Вот. А мама сейчас уже должна быть дома. Побудем с ними. Давно уже так. Тут, знаете, приезжаем как-то. Или я одна. Или я одна. В основном сейчас почему-то. Потому что в конце недели у нас не получается. Приезжать все вместе. Что я или работаю, или игры. Или еще что-то. Или еще что-то. Потом мы уже все уставшие вечером. Никуда не хочется ехать. Хотя мне вчера муж говорил. Поедем к родителям. Я уже знаю, что я уже с мамой договорилась. Я поеду к ней в воскресенье с пацанами. Прямо с утра пораньше. Чтобы побыть побольше с ней. Вот так. А то мама тоже сейчас постоянно получается с дедушкой. То они были с папой вдвоем дома. Когда папа был на больничном. Сейчас папа работает. Получается, что мама с дедушкой все время дома сама. И тоже как бы ей не хватает общения. Так что поедем. Поедем делать ей общение. Так, все. Дверь я закрыла. Телефон взяла. Кошелек взяла. Пацаны Бонифация взяли. Вчера помыла голову. И вот как высушилась, так и высушилась. И у меня сейчас... Я же подстриглась. У меня волосы здесь на кончике так хорошо вьются. А вот верхние волосы. Там, где у меня еще белые. Они не вьются. Получается, как-то не очень. То есть сверху, получается, они не вьются. А снизу не вьются. А вообще балаган на голове. Видите? Вот как бы это у меня всегда с хвостиком. Потому что как-то хвостик собрал и все. Но сейчас не хочу, потому что у меня болит вот эта вот часть, вот шея. Знаете, как тянет. Надо делать зарядку постоянно. Но я вот сейчас я делаю зарядку. Уже знаете, когда пропекло, как говорится, тогда начала делать зарядку. Надо каждый день. Каждый день делать зарядку, тогда будет нормально. Потому что у меня же тяжело работать. Господи, что такое? Господи боже мой. Пойдем. Мамку защищает свою, правильно? Мама пошла с работу. Мы как раз ее встретили. Они пошли в магазин с пацанами. А мы с Бонифацием гуляем в парке. Тут еще парк никак не достроят, правда. Но уже дорожку вот уже сделали. Тут понасадили цветочков, деревцов. Да, зайка? Пойдем дальше посмотрим, что они тут еще настроили. Подождем их, пока они с магазина придут. Вот есть сразу в парке вот такие вот пакетики для собачек. То есть, если ваш питомец надел кучку, то сразу можно это все убрать, если у вас с собой нет пакетика. В местах, где нет пакетиков, то нужно убрать из дома пакетики. Ну, здесь вот есть. И с той стороны у родителей тоже есть пакетики. Фу, я думала, это работники. Скорая помощь и стоят на балконе, а это строители. Еще идет стройка. Баня, ну не лазь, потом домой пойдем, будешь весь грязный. Вот грязно просто, песок. Еще вот не достроили. Тут площадку будут, видите, столбы понаставили. Это площадка детская будет большая. Но работают, работники работают. Кстати, про нашу школу новую. Никто ее не строит до сих пор. Вот как все остановилось в октябре, так и остановилось. Но нам, я говорила с директором, говорила с секретаршей. Ну, вообще, все, кстати, родители говорили. У нас было не совещание, как это, собрание, родительское собрание было. Родительский комитет, кстати, сделал собрание. Не учительница. Даже нашего классного руководителя не было на этом собрании. Кстати, очень странно. Только были родители ее тоже обсуждают, что, конечно, наша школа изменилась. Уже не те, не те ценности, короче. Вот у нас все-таки наша школа, именно Вальдруф, она отличалась немножечко программой, отличалась вообще, как это сказать, поведением, неповедением. То есть там все было к другому. Были свои законы, как бы свои ценности. Чем мне, в принципе, эта школа и понравилась. Банни, вылазь оттуда. Пойдем, пойдем сюда, пойдем. Вот тут. Тут много кокунек, иди сюда. Так вот, и мы тоже говорили про новую школу, что сейчас никто не строит. Мы думали, что это все из-за войны. Но оказывается, это не из-за войны. Там произошла какая-то ссора именно с застройщиком. А почему они нового застройщика до сих пор не нашли, никто не знает. Вот поэтому наша школа новая не строится. Неизвестно, когда она начнет строиться. Бонифаций, ну иди, я тебе здесь разрешила. Там нельзя, здесь можно. Не хочешь? Перехотел? Бедный ребенок, я его потянула. Надо было, чтобы он все равно, он пакетики есть, да, Зоечка? Ну давай, я тебе разрешаю уже. Иди где хочешь, иди. Пакетик возьмем. Давай. Кстати, я в новых штанах и в новой майке, которую мы покупали с девчонками, когда мы были в торговом центре. С мамой, с Катюшей, Фокси. А, нет, это мы перед этим с мамой были. Да, с мамой были, что мы там бегом, бегом, бегом. И потом мне еще в комментариях написали, где же я бешеный шопинг, только голова и дорога. То есть шопинг я не показала, потому что не было времени, мы были ограничены, как всегда, времени. Я быстро-быстро, получается. И там еще мы в пятницу были с мамой, людей было очень много, и я ничего не снимала, потому что везде были большие очередя. Там еще не до того было, еще не было возможности снимать. Вот так вот это вот. Мы купили штаны такие классные. И кофту с Фокс. И такие же я купила, такую же кофту светло-бежево-розовая такая была. И еще штаны розовые. Кстати, я вчера их испортила хлоркой. У меня упала капелька хлорки, и я испортила себе новые штаны. Вот такая вот незадачка произошла. Вот, и, кстати, размеры брала одинаковые. Вроде кофты тоже вот одинаковые, качество одинаковое. Вот, а зеленая кофта вроде как будто больше large. А та бежевая кофта меньше, короче мне как будто она кажется. И штаны тоже розовые я одела. Они были прям такие в облипочку, но они как растягиваются, я материал такой, они растянулись, естественно. А эти зеленые штаны сразу одела, и мне сразу свободно, хотя тот же самый номер. И вроде как бы и тот же самый материал, но все равно по-другому ощущается, по-другому смотрится. Или я с той пятницы похудела. Да. Я, кстати, сейчас опять по вечерам не ем. И лучше всего, для меня это лучше всего работает, если я вот после пяти, после шести не ем. Да, мы еще вчера с Рами походили, погуляли. Вот, вообще. Ну, куда ты? Кстати, о эвкалипте. У меня дома закончился эвкалипт. Надо нарвать. Вот тут здесь полно у родителей эвкалиптов. Ну, надо пакетик мне, чтобы нарвать. Ну, тогда мы уже поедем домой, и я нарву вот здесь прям. Или можно веточки прям пообрвать. Это барбекю выкину. Кому-то не надо. А мы хотим купить родителям. Кстати, я не знаю даже, сколько они сейчас стоят. Нужно хотя бы поехать посмотреть. Смотрите, сколько кошек кто-то кормит, наверное. Так хорошо. Здесь у родителей все близко. Вот их больничная касса банит тащит. Больничная касса клалит здесь. Так удобно. Им поставили тренажеры здесь. Папа иногда ходит вниз. Тут такой домик прикольный, деревянный. Класс. Красота. Я обожаю такое. Все из дерева. Там такой запах классный. Вот, когда ездим отдыхать на базе, мы вот всегда ищем, чтобы было именно деревянные домики. Чтобы был вот этот запах дерева. Вот. Ну, в большинстве у нас получалось находить такое. Ну, когда не было возможности, тогда не было возможности. Но вот в основном мы хотели, чтобы были именно деревянные домики. Вон, поставили у них много всяких разных тренажеров. Пойдем посмотрим. Папа так, я уже сказала. Папа здесь иногда приходит, занимается. Но он тоже иногда приходит. И у людей очень много. О, пчела висит. Вот, гляньте, висит пчела. Зависла. Ничего себе пилот высшей категории. Вон, видите, тренажерчики. Пойдемте сюда посмотрим. Кстати, травка у них выросла. Раньше не было прикольно. Красота. Травочка-муралочка. Там он тоже строится, новый район. Нет, там уже построились новые районы. Это, по-моему, даже раньше наших построились. Такие вот новые-новые высотки. Потом, бах, вот эти вот старые районы. Здесь тоже у нас новые высотки с этой стороны. А вот тут, бах, на старые районы. Ну, так все смешано. Что-то так грязно тут. Они убирают. Тут стройка идут, они не убирают. Потом, конечно, это все уберут. Но все равно. А, это вот талента. Они устанавливали. Наверное. Вот такие всякие разные тренажеры. Те какие классненькие. Вот так. А здесь будет супер, по-моему. Вроде как магазин будет. Но я уже не знаю, им выгодно ему открывать или нет. Потому что здесь рядом открылся Ошер Ад. Ну, хотя, знаете, все равно, чтобы не ехать никуда. Здесь можно вот с дома вышел, быстренько купил, что тебе надо. Прям такой магазин под боком, как говорится. В Ошер Ад надо все-таки на машине ехать. Ну, посмотрим, как тут все будет. Ну, конечно, будет все втридорого, наверное. Скорее всего. А вчера идут, а не новые. Класс, молодцы. Так они ее убрали сейчас новую и принесли или как? Вообще не было. А, ну хорошо. Отлично. Самолет летит. Мы приехали на море. Снимаю на раме телефон свой, забыла у родителей на айфончик. Какая красота. Аккуратно переступаем. А Банни? Банни тоже переступила. Наша что-то. Ой, волн нет. Сейчас купаться. Какая красота. А вчера купались. Да? Басекунда. Ай. Красота. Все. Да. И позагорал бы. Я думаю, я иду, чего я не устала. Я же из дома. Это полтора километра пешком иду. Сюда. А сейчас ничего не устала. Как будто кто-то и вышел. Ну мы же на машине приехали. Красота. Кайфуши, тепло. Наверное, градусов не знаю сколько. Но выше 20 точно. Ветер прохладный, а солнце прям жжет. Да, Банни вообще довольны. Кайфу не видно. Кайфу, да, не видно. Дымка. Рыбаков немного стоит. Будь здоров, Зай. Что там, что-то вылетело? Нет. А я снимаю вообще? А, да, вот. А, я бы шутил. Детик палец. О, господи, какая красота. Рыбак ловят. Дедульки.